И всем привет, ребята! Вот это наша новая серия по Митро Рояль. И сегодня мы, как обычно, постараемся поразвиваться на третьей карте и посмотрим, насколько много вещей у нас получится вынести. Ну а вам и желаю, как обычно, приятного просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает. Ну и, конечно же, не забываем про подписку на канал, ведь нас уже почти 57 тысяч человек, за что вам просто огромное спасибо. Ну и бонусом в описании вы всегда можете найти ссылочки на все поддержки канала, которые в данный момент, как ни странно, очень не хватает. Ну а мы начинаем. Погнали! Это не Германия. Это не Афганистан. Это третья карта. Хотите вооружиться до зубов? Мы вам в этом поможем. Серьезно? Тут уже кого-то забрать успели? Капец, я только поднялся, а тут уже минус один. А, все, понял. А вот, походу, и тот самый парень, который его и забрал. Еще и бомжик с СЛР-кой, капец. Давненько я таких не встречал. Ну все. Получается, начало боя положено. Только вот ничего ценного не выпало, не считая его кучи жетончиков. Ну уже неплохо. Хотя бы патроны немножко отобьем. Все что ли? Люди по сторонам закончились? Теперь придется ждать, пока они с этих краев карты до сюда доберутся. Уже полгода пройдет, и полбоя в том числе. Ну ладно. Я, в принципе, как-то не особо тороплюсь отсюда уходить. А, ну да. Сколько раз этот ящик не открывай, шанс, что тебе выпадет флайер в самом начале равен, мне кажется, 1 к миллиону. Потому что за все серии этого сезона всего лишь раз мне отсюда выпадал флайер. И то, по-моему, в тот момент, когда он мне нафиг не нужен был. Что? Еще один? Нормальненько. Готов. Причем у него были все шансы на то, чтобы грамотно выйти из-за дерева и пару тычек в голову мне дать. Тем самым он бы спокойненько меня перестрелял. Все-таки позиция была на его стороне. Это прикол какой-то? Опять кто-то подошел. Капец. И причем все подходят бомжиками. Буквально во вчерашнем бою чуть ли не каждая вторая была фуловая шестерка. А сегодня? 4 кила и все они бомжиками. Еще и кто-то максимально отчаянно пытается с рожка докинуть до горы в гранниками. И причем почти докидывает. И вот кто это был? Потому что я вообще понятия не имею, где он сейчас может находиться и откуда он по мне стрелял. А стрелял он кстати неплохо-то. И причем очень даже метко. Раз один из снарядов упал почти там, где я и стоял. Так-то уже неохота бы было максимально тупо слиться. Потому что уже и эмках и появилось. И пару жетончиков набрал. Да и вообще в принципе начало неплохое. Опачки. А вот по-моему и еще один подошел. Даша так. Еще и попадание по нему дал. А, все. Понял, где этот парнишка находится. Только как он вот с магазина докидывал до горы, я вообще не понимаю. Но он сто процентов там. Еще ж блины накидывает метко. Каждый второй выстрел прям по мне попадает. О, а вот и второй парнишка подошел. Лишь бы сейчас они меня вдвоем не зажали здесь. Еще и фуловая шестерка с пятым шлемем. Капец. Вот так я попал сюда. Только что людей не было от слова совсем. И на тебе. Теперь целая куча появилась. Ладно, понял, мой косяк. Попробую еще раз зайти. Погнали. Да, туповатенько в том бою получилось. Ну ладно. Попробуем сейчас еще раз. Тем более я уже первого парнишка успел спалить. Нифига себе. По-моему туда сейчас срочно надо залетать. И добирать последнего. Готов. И еще и сразу красный. Чего? Две шестых брони шлема МКХ? Вы серьезно? Еще и с тепловизором. Еще и все шмотки на обвесах. Ну капец. И что мне теперь делать? Куда мне это все добро пихать? Блин, я хотел отыграть с МКХ. И на тебе. Просто с одного паренечка разом по фулу забился. Ладно. Тогда попробуем сейчас по-другому. Максимально по сейву сыграть. Но на крайний случай теперь буду делать это с МКХ. Ну его нафиг. Как-то нет желания столько лута взять и слить. А, даже так. Тут оказывается еще и в упоре кто-то есть. О, а вот и, кстати, паренечек. Причем абсолютно голый. Я сейчас офигею, если подбегу, а с него еще одна МКХ выпадет. Это просто капец будет. Я тогда сразу, даже не думая, напрямик к выходу помчу. Потому что, ну его нафиг. Такого-то у меня еще точно ни разу не было. Чтобы за первую минуту боя забить шестой рюкзак по фулу. Иногда 3-4 боя отыгрываешь, тебе столько вещей не падает. А тут на тебе. Всего с одного убийства. А если бы точнее всего из 10 патронов, которые я на него потратил. Только вот второго паренечка больше не наблюдаю. Что-то мне подсказывает, что кто-то там знатно так загасился. Но вот честно, желания к нему идти вообще нет. 100% же сейчас возьмет и закрысит меня, пока я подбегать буду. А мне такого добра уж точно сейчас не надо. Поэтому погнали дальше. Только вот я так понимаю, пока я сюда добрался, к середине боя. Тут уже вообще никого не осталось. Ну, по крайней мере, ни одного выстрела я вообще нигде не слышу. Надеюсь, хотя бы магазинчик не раскупленный будет. А то считайте, зря сюда бежал. Да и как раз. Буквально уже через 30-40 секунд должен появиться первый временной босс. Эм. Да? Вот так я вовремя в магазинчик забежал. А, ну да. Опять красный. И вот куда мне это все теперь пихать? Как бы без патронов оставаться тоже такое себе. Опять фулл раздел? Я, конечно, не знаю, что могло с игрой сейчас произойти. Но просто в прошлом бою мне не подавало равным счетом вообще ничего. А здесь с каждого второго полностью весь сет. И шлемы броня. А с этого вообще еще и топовую самую жирную МК ху снял. Блин. И обвесы как бы с брони неохота скидывать. Они же тоже капец как дорого стоят. Еще и все высшего качества. Блин. И что теперь делать? Походу дальше мы ходим на минимальном количестве аптечек и на минимальном количестве энергетиков. Теперь, наверное, самое главное, чтобы случайным образом никто мне под руку не попался. Иначе мне даже воевать не с чем будет. Капец. Сейчас как-нибудь утрамбуемся. По-любому же основное точно впихаю в себя. О. Вот это уже другое дело. И, кстати, еще и босик максимально рядом появился. Я думаю, прям прямиком туда надо будет. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Лишь бы сейчас со спины теперь никто не подошел. Иначе это будет прям максимально тупо. Слить столько шмота и даже не увидеть, что кто-то подошел. О. Готов. Блин, все-таки теплак это капец какой прикольный прицел оказывается. На нем вообще отдача как будто в обратную сторону работает. И МКшка сама себя контролирует. Да не. Не, пятый, вернее, жилет я сто процентов не возьму. Ну его просто реально физически запихать некуда. Я бы вообще, наверное, сейчас где-нибудь загасился бы ровно до того момента, пока не появится второй временной босс. Потом быстренько бы его забрал и куда-нибудь к выходу. Потому что как-то стрёмно вот с таким количеством шмота бегать по открытым территориям и подставляться везде. Поэтому погнали до второго. Который, как ни странно, выпал прям в упоре у школы. Хотя мне кажется, это прям большая редкость, когда тут босс появляется. Обычно либо где-нибудь на бараках, либо под бараками, либо на снейкпите. Ну типа вот три основные места, где появляются боссы. Боссы. Кому какая разница, как правильно называть. Но если появляется босс на горе, либо же на школе, мне кажется, это прям редкость. Блин. У него там рюкзак топовый одет, или мне кажется? Если это так, то я сто процентов его заберу. Вот рюкзаку всегда место найду. И пофигу, что это всего лишь пятый рюкзак. У меня вечный дефицит с ними. Тут каждая единичка рюкзака на счету. Ого. Заметил меня. Серьезно? Капец. Я думал, что я добью его с одного магазина. А он на тебе. Взял и встал. Ну, вот это уже другое дело. Вот это я сто процентов в себя буду помещать. Так, пока не знаю как, но обязательно заберу. Ну все. Теперь получается куда-нибудь можно загаситься и быстренько вызвать флайер. И на нем сразу же и улететь. Погнали. Ну что, ребят. Для прилета вертолета остается уже буквально прям считанные секунды. И это означает лишь одно, что, к сожалению, данная серия на этом моменте и будет заканчиваться. И поэтому всем тем, кто досмотрел до конца, просто огромное спасибо. Ну и, конечно же, не забывайте про лайк под видео и коммент под роликом. Ну и подписчику на канал, чтобы каждый день не пропускать новые серии. Ну и бонусом в описании вы всегда можете найти все ссылки на поддержку канала, в которой в данный момент он дико нуждается. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Пока. Пока.